Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сан-Хуан Красивого цвета, синего Красивый мы очень купили магнит Не хочу его показывать Я потом покажу, он так хорошо запакован В общем, как будто домик Потом покажу на холодильнике Домик Этот Один из домиков на улочках Дальше Мы зашли Серебро И камни И вот какой-то у них прямо камень Супер камень Ларимар Называется В английском написано Is a rare blue variety of the mineral mineral Пектолит Короче, это какой-то минерал голубой Очень редкая голубая разновидность минерала И ее можно найти только на Карибе И названа она По-испански От испанского слова Mar И Что означает Море И Лариса Дочь Этого Который нашел, я так понимаю, этот камень Так И вот мы купили Нам в красивых мешочках положили Два серебряных кольца Одно мне Другое лизе Вот с этим камнем Нам, кстати, еще, наверное, час До Окончательной Посадки Но мы Пораньше пришли Вот это вот лизе Мы купили колечко Кругленькое С камушками вокруг И вот такой вот красивый Голубой Очень красивый Голубой камень Сейчас покажу Мое Все А я Слушайте, я делась Легким испугом Футболку я нашла За 4 доллара Вот это 4 доллара А вот это То ли 4, то ли 5 долларов Так что Вот смотрите Я себе Ну я себе Такой больше Как просто Камушек Очень красивого цвета Камень И просто Кольцо Серебряное Не знаю Видно цвет Он прям Голубой-голубой Очень красивый Так что Хоть лизе какая-то Будет Сувенир Хороший На память От нас И у нас будет От Карибиан От Сан Хосе Хотела сказать Сан Хуана Тоже у меня Будет Сувенир Все Все наши покупки Мы отплываем Мы сейчас в бассейне Проплавали где-то Полчаса Вышли Успели Но это не та По которой мы ходили Жор Под которой Мы ходили Под Для нас Сюда идет А наша Сюда идет Стена Но сама Сан Хуана Весь Видишь Очень красивый Хочется теперь приехать в Сан Хуан И Повродить по нему Не спеша Чтобы было Несколько дней Чтобы можно было И эту крепость И та крепость Обходить Старый город Подробнее пройти По всем улицам Там еще и джунгли Есть И горы Есть И есть Такие бухты Где Вот эти Светящиеся водоросли Которые Просто Вода Подсвечена Вот этими Микроорганизмами Здесь Здесь Много Есть Чего Видеть Красота Необыкновенная Так вот Провели Прекрасный День Сегодня Здесь Ну что У нас Сегодня Карибия Вернее Не Карибия А Тропикал Найт И Мальчики Он В рубашках У нас Тропических Особенно Особенно Красивая Рубашка У Жоря Покажи Вот такая У тебя Более Строгая Но Она типа Карибия Типа Тропикал Ну Меленький Рисунок Но Она Рубашка А у Жорика Именно Каргавайская А мы На пятый Едем На какой На А Кар Я вышла С мокрыми Волосами У меня Цветочная Такая Куфточка И Все И Вся Моя Тропическая Тема Куфточка Запах Вкусно Мы Идем У нас Очень Классный Столы Столы Наверное В Италии Такие Вкусные Масло Вкусное Тоже Внесли Нам Стартеры У Дени Какие-то В чем Там В чем Это У тебя Было написано Креветки Две Это Гвадолубские А У меня Салат Цезарь Я сегодня Заказала А Жорик Что-то Такое Красивое Заказал Я Угу Такое Сделала И Сыр Это Сыр Там И Гвакамоли Ну Правда Чипсов Мало Дали На хлеб С хлебом Потом Ешь Смотрите День Ажуриком Заказали Барбекю Рипс Ребрышки Вкусно На этот раз Жора А я Заказала Стейк Вот Сегодня Карибская Ночь Ну А ну В принципе Это Карибская Относится У вас А Салат Я заказала Цезарь У меня Там Муха Оказалось Мне Принесли Новый Но Я его побоялась Есть Уже Не Стала Так А мы Заказывали Карибен Рам Кейк И у Жорика А у Тебя Лайм Кейк Это Это Мокренький Мокренький Да Убери У меня У вас Мороженое Отдельное Ты сказала Это мороженое Я думала Это у тебя Мороженое Это ты Сказал Мороженое Он Ромовый Остат 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 ну что мы пришли в номер уже все ложимся спать у нас начало 12 я уже умылась пижаму надела но хотела рассказать вам про вот этот случай хотя я review не пишу не критикую никакие компании я говорила что есть люди специально которые этим занимаются но сегодня я заказала решила заказать то этом кто креветки заказывать на стартер до капитайзер сегодня захотелось мне просто салата я заказала салат цезарь и вот они принесли цезарь я смотрю зеленые листья я смотрю там внутри что-то не зеленая вилкой подцепила там то ли моль большая то ли какой-то лета но как большая но такого размера вот такого наверно вот не знаю ну то ли летающий таракан ну с крыльями что-то короче говоря я но мы его позвали официанта и говорю ну вот у нас проблема но сейчас принесу сейчас принесу вот принялся у меня какие-то глаза разные видно у меня еще какая-то есть вот эта пухлость принес новый цезарь но я его уже есть не стала потому что я подумала что они наверное из одной кастрюли все равно накладывают эти листья короче говоря он у меня его забирает говорит вы не поели я говорю ну я боюсь уже не хочу его есть вот ну я как бы никаких претензий мы ничего такого не говорили им ничего а эта компания она начала только буквально ну она не первый год у нас этот корабль до первые один год только ездит и эта компания на европейская и американцы только когда начиналась эта круизная компания здесь в америке когда они перешли на американский рынок многие были ими недовольны потому что не тот сервис они медленные европейцы да вот они привыкли в европе эти ну не вот эти круизы да и вот они пришли на американский рынок американцы любят сервис они любят быстро что все было они любят еду определенно не любят много еды и вот я знаю что изначально эту компанию все критиковали потому что плохой сервис медленный сервис плохая организация типа мало еды там какой-то или мало выбора хотя как по мне так нормально абсолютно выбор вот и короче говоря они из кожи вон лезут чтобы усовершенствовать свой сервис и к нам подходила менеджер уже несколько раз в этой столовой в этом ресторане вечернем где у нас обе ужины и говорила вы пожалуйста обращайтесь если что-то не так если что-то не так с сервисом не так с едой все время в общем по любым вопросам ко мне потому что мы хотим улучшить сервис мы хотим там бла-бла-бла и тут же значит такое случилось и мы не хотели жаловаться потому что мне жалко официанта он вообще ни в чем не виноват он бегает носится они все там не знаю они все тоже островные какие-то то ли из филиппин то ли ну такие они не знаю из индонезии откуда наш не сказал а из боли он из боли и конечно не хочется ему подпортить как бы жизнь здесь он причем он даже ни при чем да он принес снова этот салат я его все равно не стала есть ну как бы к нему никаких претензий ну вот она прибежала и значит о что случилось что случилось давайте мы сейчас будем расследование проведем я шеф-повару отправила все эти сведения были не за за не таракана отправили этого шеф-повару ну короче говоря потом она прибежала он номер комнаты узнала наш все и бегала вокруг нас и может вы что-то хотите может что-то хотите мы такие да ну не знаю ничего не хотим прибежала горит ну в общем видно он как-то попал на же машины моют вот эти листья и видно он как-то вот через машину ну как бы попал просто человека нет чтобы заметить да что там какое-то насекомое я представляю сколько ну это это просто случай конечно до этого такого не происходило пока по крайней мере с нами и она говорит видно он как-то залетел там или что-то попал машина понятно не заметит она просто помыла эти листья и все короче говоря она говорит давайте мы вам ну что выходить давайте мы вам в комнату принесем вино или мы можем на обед вам подать но на ужин вам подать вино бутылку мы такие день а молчит такой ну пожимает плечами я думаю то ли он хочет то ли не хочет то ли он согласен то ли не согласен я говорю ну было бы неплохо типа а денег нет надо было еще серьезнее чтобы они нам какие-то там не знаю пусть половину возвращают круизных денег за это намекал нет но я говорю ну было бы неплохо вино она начала спрашивать какое вы любите красное белое сухое не сухое савиньон шардоне там но я говорю какую-нибудь полу сладенькая поле полу сухое но чтобы не совсем сухарь ну и не приторная но в итоге она принесла нам бокал вина чтобы мы попробовали это маскат маскат но но как она итальянский маскат он не такой как у нас тягучий прям мускат такой вот крымская она такое как немножко к шампанское игристое мы говорим ну хорошо мускат подойдет и она очень завтра нам нужно принесут бутылку вина день говорит надо завтра говорить люди специально подкладывают тараканов чтобы это приносили потом извинения короче говоря вот такую историю я влипла с этим тараканом ну вот заработала бутылку вина ну опять же говорю я понимаю что это случайность и я ей сказала что я понимаю что это эксидент что это не тоже там денег вдруг это таракан у них там ползает я говорю нет она летающая нового прям крылья были ну фу конечно но такое конечно может случиться он пожалуйста это тропики тут все что угодно ну короче говоря заработали мы бутылку вина завтра будем ужинать с вином но этот погрустнел что-то наш официант я прям за него волнуюсь его там не будут за это ругать такие вот дела длинная история будем заканчивать завтра у нас пуэрта плата доминиканская республика